Как подготовиться к продвижению бизнеса или онлайн-школы через YouTube? Что должно быть? Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн-бизнеса через YouTube, основатель агентства YouTubes и Академии Видеомаркетинга. В этом ролике мы с вами разберем один из часто задаваемых в последнее время вопросов о том, что должно быть для того, чтобы успешно продвигать свой канал на YouTube, свой бизнес, свою онлайн-школу через YouTube. И именно об этом я решила записать сегодняшнее видео, потому что вот на данный момент в условиях карантина, как вы уже могли знать из предыдущего ролика, почему я считаю, что именно сейчас нужно заниматься YouTube, это дает очень хорошую возможность отстроиться от ваших коллег, от конкурентов, потому что не у многих, я бы сказала, уж точно не у всех, есть свой видеоконтент и канал на YouTube, и ваши видео, они всегда будут вызывать больше доверия, больше лояльности от вашей потенциальной аудитории, да, от ваших потенциальных клиентов. Итак, что же нам нужно, что должно быть у вас в проекте для того, чтобы начать продвигать свой бизнес через YouTube? Первое, это, конечно же, техника, да, то есть на что вы будете снимать свои видео. Сейчас все очень просто, в любом смартфоне есть хорошая камера, минимум HD, лучше, если Full HD, то есть смартфон, я думаю, есть у каждого. Дальше рекомендую приобрести микрофон. Например, у меня петличный микрофон называется Boya, продается в любом магазине с электроникой, в DNS в том же можно его купить. Если, допустим, вы хотите записывать видео, вот как я сейчас, то вам нужен ноутбук и тоже желательно микрофон, чтобы звук был хороший. На данный момент я записываю видео, микрофон мой называется Samson, купила я его на Алиэкспресс. В принципе, поищу ссылку, оставлю в описании к этому ролику. Вот, дальше, что еще важно? Штатив. Почему? Не очень приятно смотреть, когда ролик дергается. Лучше, если вы поставите смартфон на штатив, чтобы ничего у вас там не плавало, не прыгало, а он стоял в одном положении, ну, так будет намного приятнее смотреть зрителям ваши видео. То же самое касается и звука. То есть, когда звука нет, почему микрофон я обязательно рекомендую, то люди просто не будут прислушиваться, они выключат ваш ролик. И, конечно же, свет. Ну, со светом, что здесь могу сказать? Либо софтбокс приобретать, да, либо, знаете, такие круглые сейчас для блогеров есть тоже штативы со светом. Не знаю точно, как называются, честно скажу. Либо просто записывайте видео днем, когда хороший свет. Да, то есть это тоже такой достаточно важный момент. Я думаю, что вот эти пункты, они очень простые. И даже сейчас, во время карантина, имея смартфон, микрофон, штатив и день за окном, да, уже можно начать легко, в принципе, записывать ролики. Если согласны, пишите об этом в комментариях. Если нет, то пишите, как вы считаете, что еще какая техника нужна, чтобы записывать ролики из дома. Дальше. Следующий момент. Это высококонверсионный сайт, лендинг. Желательно, чтобы он уже был проверен в других соцсетях, например, там в Инстаграме или ВКонтакте. То есть чтобы вы уже пускали на него рекламу таргетированную, например, да, чтобы вы уже знали, что, например, столько-то человек, 100 человек, например, зашли на сайт и 10 оставили вам заявку. То есть когда такие данные у вас есть, будет намного проще отслеживать эффективность продвижения на YouTube. Если сайта еще нет, то минимум, что должно быть, да, это на первой прям страничке сайта должно быть указано, о чем вообще содержать в себе уникальное торговое предложение. То есть что вы даете людям, что они получат. То есть такая вот обложка, это может быть видеоурок, какой-то бесплатный видеокурс, это может быть чек-лист, это может быть книга, отчет, все что угодно, да. То есть обложка вот этого вашего лид-магнита, желательно бесплатного, и, соответственно, с призывом забрать, получить бесплатно, и форма регистрации, то есть куда человек вводит свои данные, и, соответственно, дальше у вас должна быть какая-то хотя бы минимальная воронка, может быть это будет там 5 писем где-то, или в мессенджере в каком-то, или в рассылке, чтобы вы могли взаимодействовать дальше со своей аудиторией. Но более подробно о том, как должен выглядеть сайт, я буду рассказывать в следующем видео, поэтому прямо сейчас обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить этот полезный выпуск о том, какой должен быть сайт для продвижения на ютубе. Но вот минимально то, что должно быть на вашем сайте, прямо на первой страничке, это может быть вообще одностраничный, одноэкранный сайт, где вот расположена такая форма с объяснением, кому, почему стоит это скачать и дальше взаимодействовать с вами. Дальше. Следующий момент я указала, это любимое дело, о котором хочется говорить, даже если вам за это не платят. Почему я написала именно так? Как вы знаете, основными клиентами моего агентства за последние три года являются именно онлайн-школы, и очень часто онлайн-школы основаны на каком-то навыке, на каком-то любимом деле владельца этой школы. То есть если вы, например, психолог, вы помогаете в этом направлении людям, соответственно, я уверена, что вас изнутри, так скажем, прет о том, чтобы поделиться своими знаниями, как там выстроить отношения с любимым человеком, с детьми, с родителями. Может быть у вас онлайн-школа по какому-то фитнесу, да, соответственно, вы любите заниматься этими упражнениями, и вам хочется этим делиться с другими, да, то есть вы достигли в этом каких-то результатов, получили красивую фигуру, там похудели или стали правильно питаться, да все что угодно. И обычно, когда человек прет, он хочет об этом говорить постоянно, и даже когда он просто общается с какими-то незнакомыми людьми, рассказывает, ему же за это не платят, как говорится, да, то есть вот на таком уровне, я считаю, для ютуба будет идеально находиться, то есть когда у вас есть любимое дело. В принципе, то же самое касается и бизнеса. Понятно, что бизнес это не всегда то, что ты любишь, да, но это просто то, что приносит тебе деньги, но вы в любом случае должны очень хорошо знать и любить свой продукт. Если согласны, опять же, пишите в комментариях, если нет, то пишите, почему вы занимаетесь каким-то конкретным, например, бизнесом, если, например, вы его не любите. Понятно, что он приносит деньги, но тем не менее, может быть, есть еще какие-то причины, было бы интересно узнать. Я вам сейчас рассказываю именно свое видение, потому как я на ютубе уже 5 лет, и я вижу, как развиваются проекты, когда человек или там владельцы онлайн-школы любят свое дело, и когда он пришел просто за деньгами, это огромная разница. Люди, которые пришли на ютуб просто за деньгами, ну, очень редко выстреливают, потому что нет искренности. Вот это важный тоже такой момент. Дальше. Вы должны знать, кто ваша целевая аудитория, иметь понимание, кто эти люди, их возраст, географию, чем они занимаются, увлекаются, интересы, какие-то их боли, что они хотят решить там, они хотят похудеть, или они хотят, например, купить квартиру без риэлтора, или они хотят, ну, любая тематика, да, то есть вы должны знать, для кого вы снимаете свои видео, кто их будет в итоге смотреть, и почему именно эти люди, и почему они будут смотреть, да. То есть про целевую аудиторию у меня, кстати, как ее описать. Есть видео на канале, я оставлю вот здесь вверху в подсказке, вы можете посмотреть и быстренько прописать свою целевую аудиторию. И, конечно же, желание записывать видео. Ну, а как без него, да, то есть, как вообще, вот, допустим, для меня, когда у меня возникает желание записать видео, я смотрю периодически на своих коллег. И я понимаю, что я еще не рассказала об этом, и об этом я еще не рассказала, и вот об этом нужно тоже ролик снять, записать, потому что это важно для моей аудитории, им это будет полезно, им это будет интересно, потому что, ну, люди смогут, наконец-то, начать, для чего же YouTube у нас, да, это чаще всего развитие личного бренда, потому что вас видно через видео. Это чаще всего увеличение доверия, укрепление позиций своего бизнеса, своего бренда, своей личности, именно вот на рынке вашей тематики. И, соответственно, у меня сразу возникает жгучее желание, так я это еще не записала, я это еще не дала, я об этом еще не рассказала, и, соответственно, все, у меня просто, как говорится, по-русски прет, и я записываю эти ролики. Вот, либо же у вас должно быть наличие уже актуального видеоконтента, возможно, вы проводите или проводили какие-то мастер-классы, вебинары, которые можно, в принципе, порезать, но желательно, чтобы было, в любом случае, видно ваше лицо. Сейчас люди идут на людей, как ни крути. Вот, и, соответственно, из этого актуального видеоконтента тоже можно сделать монтаж и сделать достаточно хорошие ролики. Вот, пожалуй, это те моменты, которые я хотела вам рассказать. Кстати, если вы вот совсем не знаете, совсем не понимаете, о чем вам записывать видео, то можете забрать, вот здесь вверху также будет подсказка, свой собственный пошаговый план продвижения именно вашего бизнеса через YouTube, ответьте всего на 7 вопросов. Вот, на этом у меня, пожалуй, все. Если видео было полезно, ставьте обязательно лайки, не забудьте на канал подписаться и смотрите другие полезные ролики на моем канале. Ну, а с вами была Юлия Измайлова. До встречи, пока!